Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop TV, а это значит, что у нас с вами новый обзор Flux. Наконец-то мы добрались до этого замечательного бренда. Сколько же можно про Union-то все рассказывать? Сегодня в обзоре три топовых мощных крепления. Это модель XV, это новинка этого сезона, модель CV и, собственно, такая уже, можно сказать, классика, которая называется XF. Компании Flux в этом году исполняется 30 лет. С 1992 года они, скажем так, начали производство креплений. Действительно, это такой, можно сказать, аутентичный японский бренд со своим таким устоявшимся, можно сказать, набором традиций, технологий, концепций, которые каждый год мы видим в креплениях, которые, скажем так, переходят из поколения к поколению, с сезона в сезон. Такое самое главное отличие бренда Flux, который прослеживается, собственно, от самых маленьких, младших креплений до самых топовых и жестких креплений, это отсутствие как таковой амортизации. Да, и если, опять же, в пример приводить тот же бренд Union, да и многие другие бренды, мы видим, что все компании стараются сделать максимально комфортное крепление. Опять же, комфорт этот создается с помощью пены или как вот у Union на топовых моделях технологии Vaporlight, все это есть в предыдущих обзорах, естественно. То Flux абсолютно пренебрегает технологии амортизатора. То есть, если мы посмотрим и на самые младшие модели, на самые топовые, то мы абсолютно нигде не увидим с вами, друзья, никаких амортизирующих элементов. X-V это сегодня одно из самых дорогих креплений в сезоне и это одно из самых жестких креплений в сезоне. Во-первых, эта жесткость обусловлена конструкцией базы, то есть база-трансфер, у Flux считается это геометрия-трансфер, самый топовый, самый жесткий. Большой диск, естественно. У Flux принципиально нету мини-дисков, никаких, скажем, таких элементов, которые дают определенный флекс. То есть большой диск и самое большое контактное пятно. Вот как раз у базы-трансфер самое мощное, самое мощное контактное пятно прилегания к доске. Соответственно, передача усилия на передний, задний кант, передача усилия на все, скажем так, на все технологии жестких сноубордов. То есть если мы говорим, опять же, про жесткий, мощный сноуборд, где присутствует карбон, всякие стрингеры, V-образные, X-образные, да, там, как у Never Summer, например, или Капиты, то как раз вот это мощное контактное пятно, вот эта площадь, которую мы, собственно, наблюдаем, вот этот большущий диск, возможность еще настраивать переднюю и заднюю педаль газа, да, увеличивая, собственно, это пятно, увеличивая, скажем так, давление ботинка, и все это как раз передает нам усилия на доску, на все модные вот эти X-образные стрингеры и так далее. Поэтому, конечно, с точки зрения ощущения, с точки зрения чувствительности и передачи энергии на передний и задний кант, конечно, у базы трансфер самое топовое, самое мощное. Нету никаких, по сути, глобальных регулировок, база не регулируется, она полностью сделана из композита, и вот самая вторая такая история, которая определяет вот этот концепт жесткости и мощности, это что база сделана из нейлона с карбоновым волокном, то есть в качестве усилителя нейлона здесь находится карбон. Помимо геометрии и формы базы мы получаем еще и состав карбон с нейлоном, самое жесткое и гремучее сочетание, собственно, композитных материалов. Автор субтитров А.Семкин И минус, конечно, всего этого, да и, пожалуй, на самом деле обозначить такой минус в принципе, наверное, в большинстве случаев бренда Flux, то есть за счет вот этих всех баз, очень жестких и с такой геометрией, ноги, конечно, устают в таких креплениях очень сильно, поэтому если у вас на доске нету виброгашения или там в ботинке старенькие с подошвой без всяких модных виброгасителей, то, конечно, крепление Flux это такая немножко зубодробительная история, ноги очень сильно, скажем так, с непривычки особенно забиваются в этих креплениях, под конец дня немножко ноги гудят, а у кого-то даже очень сильно. Хайбек здесь сделан из такого же материала, как и база, то есть здесь нейлон с карбоном, и помимо того, что он достаточно высокий, он имеет априори достаточно уже такой сильный наклон, то есть без настройки еще угла наклона хайбека мы уже видим очень мощный достаточно угол, то есть вы когда в эти крепления встегиваетесь, у вас уже определенная стойка, которая рассчитана на какие-то мощные, скажем так, мощные укладки, мощные дуги, и, соответственно, еще этот карбоновый такой карбоно-нилоновый хайбек, он сделан с таким профилем V-образным, то есть на Union, на тех же самых, возвращаемся на Falkor, у них идет нейлоновый хайбек и X-образный такой стрингер, Y-образный стрингер, как у нас многие поправляют, а здесь он V-образный стрингер. Жесткий хайбек, высокий хайбек, опять же, если вот именно посмотреть на торсионную жесткость, и про жесткость на прогиб я вообще молчу, это, опять же, один из самых жестких хайбеков сегодня в индустрии, которые можно встретить. Имеет он тоже настройку, собственно, по углу наклона хайбека, если кому-то еще захочется сильнее сделать угол, и, собственно, ротация. Ротация хайбека, три закладных, нету эксцентриков традиционно, как на других младших моделях, здесь используются титановые болты, собственно, которые регулируют, собственно, ротацию хайбека и высоту стрэпов, то есть можно стрэпы тоже отрегулировать. Если мы сравниваем крепление XF, вторая сверху модель, на уменьшение, то база здесь будет по форме такая же, трансфер, то есть здесь базы абсолютно у XV и XF одинаковые с точки зрения именно геометрии, с точки зрения формы, с геометрией они абсолютно идентичны. Но вот начинка, то есть материал, из которого сделана база на XV, на XF, точнее, прошу прощения, она уже будет попроще. Здесь уже будет такой традиционный для многих брендов, это нейлон со стекловолокном, то есть с точки зрения материала, конечно, XF будет уже чуть-чуть помягче, будет более такой, скажем так, комфортный, то есть то, что нейлон со стекловолокном больше гасит вибрации, но опять же это все в таких определенных нюансах. Все равно это крепление также можно назвать одно из самых жестких в индустрии, но если сравнивать с двумя этими креплениями, то XF он более мягкий за счет именно своего материала. Хайбэк тоже отличается, хайбэк, так у них называется, ретро, то есть принципиальное отличие также в материале, нейлон со стекловолокном, он не такой широкий и меньше охватывает ботинок в верхней, по крайней мере, части, он уже имеет не такой сильный угол наклона, то есть если посмотреть, то XV он более, опять же, чуть-чуть наклонен, здесь уже есть в наличии такие, скажем так, небольшие виброгасители в виде таких наклеенных пластинок пены EVA, которые, ну, чуть-чуть дают гасить вибрации, но я считаю, что они сделаны здесь больше так для декорации, ну и с точки зрения жесткости сразу, конечно, вот мы видим, что торсионка намного приятнее, намного комфортнее, поэтому на XF, конечно, делать всякие прессы и вытяжки, вот этот японский флэт фристайл, наверное, с таким хайбэком будет лучше, потому что все-таки XV, ну, он просто, хайбэк не гнется ни в каком смысле. Ну, а если говорить именно про еще отличия, то здесь уже все на эксцентриках, да, мы видим здесь эксцентрики, также настройка ротации, угол наклона хайбэка, стрэпы абсолютно одинаковые, то есть вафл стрэп, достаточно такие популярные у флюкса, которые вот они делают уже последние три сезона, из такого композита очень интересного, который, в принципе, с одной стороны достаточно плотно ложится на ботинок, прям притягивая его, и при этом не передавливая, не передавливая ботинок, и, собственно, также капстрэп такой традиционный, то есть у них фурнитура абсолютно одинаковая, поэтому разница между XV и XF, по сути, только в геометрии хайбэка и в жесткости, собственно, материалов, карбон против стекловолокна. Ну, и модель CV, которая, собственно, вот в этом сезоне получила место быть, у нас был обзор уже на эту модель, но сейчас вот можно, скажем, также сравнить. Принципиальная разница в этом креплении – это то, что поменялась геометрия, геометрия, собственно, самой базы. Если мы посмотрим на высоту, на высоту, собственно, пяточной дуги, то у CV, наверное, опять же, если сравнить с другими брендами, это будет самая высокая, самая высокая пяточная дуга в индустрии. Это крепление принципиально я бы рекомендовал как раз поклонникам, поклонникам, собственно, ну, фанкарвинга. Для тех, кому важна скорость, для тех, кому важен контроль и стабильность на вот этой большой скорости, потому что за счет, опять же, более высокой дуги у нас получается и торсионная жесткость выше, и ботинок уже сидит гораздо плотнее, и передача усилия, опять же, выше. И, наверное, еще такая фишка, опять же, для поклонников быстрых техничных дисциплин, помимо высокой базы, это то, что модель CV имеет очень большой диапазон настроек. То есть, если даже мы посмотрим на XV и XF, то ротация хайбэк у нас здесь ограничивается тремя положениями. Здесь этих положений аж 5, поэтому хайбэк мы можем вкрутить, собственно, в какие-то невероятные градусы. И если у вас там на доске будет стоять 21, плюс какие-то там уже приближаются к 30 градусам стойки, вы всегда можете хайбэк повернуть таким образом, чтобы передача усилия была на задний кант максимально эффективной. Ну и, собственно, сам хайбэк, он похож по концепции на XF, но, опять же, он чуть пожестче. Он более жесткий именно в верхней части. Он такой же симметричный, и также он сделан, собственно, из нейлона со стекловолокном. Большой диск, вафл, стрэпы и такая тоже приятная, скажем так, концепция у Flux, что используется вот такая платформочка Futon, которая, кстати, имеет небольшое количество пены, причем на всех моделях, но, по сути, амортизации такая платформа абсолютно никак не дает. Единственный плюс технологии Futon, это то, что снег на таких креплениях вообще не задерживается. Это очень удобно, когда вы катаетесь в снежное такое время или такой весенний слэш, когда это все налипает, снег прям действительно скатывается с этой платформочки и никуда не девается. Ну и самая такая главная фишка, опять же, я считаю, что это вот настройка задней и передней педаль газа. Это очень удобно, это очень круто, практически под любой размер ботинка, под любой стиль катания, на доске всегда можно, конечно, настроить это крепление. Вот три основные такие жесткие дорогие модели, которые есть сегодня. Есть сегодня у бренда Flux. Очень интересные действительно крепы, жесткие, хочется, опять же сказать, мощные крепы, без либо какой амортизации, без каких-то наворотов, никаких гнущихся бас, никаких вот этих мини-дисков. Здесь все мощно, жестко. И вот самое интересное, опять же, хочется повториться, что эта концепция, она проследуется уже на протяжении последних 15 лет, что вот мы, собственно, продаем бренд Flux. Flux, друзья, вот такая история, поэтому, если вы хотите на свою супер мощную жесткую доску и жесткие ботинки собрать действительно жесткие крепы, потому что такой запрос, кстати, хочется сказать, постоянно присутствует. Катался на картелях, катался на атласах, все мягкое. Так вот, друзья, для кого и картели, и атласы мягкие, ну вот Flux, милости просим, как говорится. Куча разных цветов, еще хочется отметить, есть и у модели XF, тем более, XV, CV, поэтому можете посмотреть у нас на сайте epicboardshop.ru. Ну, а с вами, друзья, как всегда, был Epic Board Shop TV. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока. Пока.